Поздравления всем нам с ленточки! Олег Адольфович за 10 мая 2023 года. Но прежде чем продолжить, тоже хочу поблагодарить Игоря Б. за денежный перевод в качестве подарка ко Дню Победы. Огромное человеческое спасибо! И вас с праздником мирного неба! Ну а остальное приложится. Всех благ! И еще одно. Я стала фильтровать статьи, озвучиваемые по объему. А так как у Олега Адольфовича они все в пределах 15-20 минут, поэтому такие пробелы в озвучке его статей. Объемные тексты очень тяжело озвучивать, проседает голос. Начинаю за здравие, заканчиваю чуть ли уже не хрипом. Поэтому как-то так. Всем спасибо за понимание. Доброй ночи, империя! Зело обширно страна наша, поэтому в европейской части России все еще 9 мая. И еще один повод поздравить всех с Днем Победы. С Днем Великой Победы. Как бы это ни корежило ни братьев и наших записных либералов. И теперь видео поздравлений. Поздравления от Каскада. Поздравления от нашего друга из Сербии Меодрага Зарковича. А следующее просто благодарность с небольшой предысторией. Вот что пишет по этому поводу Настя Энфер. Сегодня, несмотря на всю угрозу жизни, мы не смогли усидеть на пупе ровно и сорвались с лекарствами к одному человеку. Тут живет Владимир Николаевич. Он инвалид второй группы. И проще перечислить, чем он не болеет. Он на этой проклятой войне похоронил своего сына. Тот начал воевать еще в апреле 2014 года. Иными словами, еще со Стрелковым брал Славянск. И погиб 13 октября 2017 года. Сегодня мы завезли Владимиру Николаевичу лекарства. Много. Очень. Столько, сколько ему и требовалось. Как видите, три пакета. Кроме того, что уже было из присланного на 25 тысяч. И теперь он сможет лечиться. Но нас только и смогла встретить его родственница. Потому что сам он поехал встречать этот праздник с сыном. Собственно, сами лекарства для Владимира Николаевича. А вот это он уже сам записал для нас, вернувшись со встречи с сыном. Сами понимаете, каково ездить к своему ребенку на кладбище. Но на то мы и русские. Что такие вещи делают нас злее и справедливее. Делают одновременно злее и справедливее. И это только наше свойство. Знаете, я в чем-то согласен с Энфер. Когда она говорит, что вокруг этого дня слишком много трепотни. Это на самом деле так. Если воспринимать мир не из тихой квартиры в глубине России. А из окопа или фронтового города. В таких местах все воспринимается намного острее. Но есть еще одно. О чем говорит Энфер. Дескать, это не наша победа. Пока не наша. Наши деды сделали все для того, чтобы победить. А теперь наша очередь дойти до своего дня победы. Своей победы. Знаете, я не соглашусь с этим. Не было бы той войны и той победы. Не было бы и сегодняшних событий. Мы вынуждены заканчивать то, что не сумели или не смогли закончить наши предки. С этой точки зрения, единая нить нашего времени именно так и вершится. Она началась задолго до Дмитрия Донского и Александра Невского. И она, скорее всего, завершится через тысячелетия после нас с вами. И все эти тысячелетия потомки будут помнить и победу 1945 года, и победу нынешнюю, которая обязательно наступит. Знать бы только день, когда это случится. Это не пафос ни разу. Это для понимания, почему мы обречены победить. Ни у нас, ни у наших дедов просто не было другого выбора. Либо победа, либо полное исчезновение как народа и как цивилизации. Так вот, они об нас зубы обломают, как это было и раньше. И это тоже ни разу не пафос. Просто констатация факта. И мы, и они обречены, каждый на свое. И, честно говоря, нам плевать, в какой из столиц мира проводить новый парад победы. Я пишу об этом ежедневно. Даже когда кажется, что речь исключительно об экономике и финансах. На самом деле, мы ввязались в бой и навязали противнику свою стратегию этого боя. Тот, до кого еще не дошло, может думать, что хочет. Но лично я знаю, что оба моих деда легли на полях той войны не для того, чтобы мы сейчас взяли и сдулись. Так что продолжаем помогать. И на новые птички, и на лекарства для таких, как Владимир Николаевич или Наташенька. И на броню для мальчиков из бывшего 74-го полка 4-й роты. В принципе, все на канале у Насти Энфер. Сюда просто не попадают все новости оттуда. Иначе пришлось бы писать только о них. С праздником, люди! И низкий поклон вам всем за то, что помогаете. Поздравления всем нам с ленточки. Олег Адольфович